Привет вам из немецкой части Швейцарии. Сегодня я осмотрю школу, в которой можно учиться на нескольких языках. Офис, где консультируют студентов, в какой университет лучше поступить. Здесь в столовой у нас как шведский стол, на завтрак, обед и ужин. Этот спортзал, это прямо в общежитии. Это у девочек спортзал в общежитии. Несмотря на то, что на термометре было минус 16, чувствуется здесь совсем по-другому холод. Если, допустим, вы здесь не учитесь, вы все равно можете приехать на летние программы. Вот, собственно говоря, главное здание. А дальше, ниже, по дороге, швейцарская горная деревня. Да, друзья, еще несколько дней назад я бегал в пустынях Дубая. В 30-ти градусную жару. А сейчас уже в горах Швейцарии, в зимнюю погоду, со снегом, остаюсь в отеле, которому 500 лет. Я хотел сегодня поснимать немножко в Цюрихе, но погода меня подвела. Сегодня 4 градуса было, шел дождь. Я вышел в гостинице на завтрак, позавтракал, сидел, ждал. Но ничего хорошего не произошло. Забронировал себе маршрут до ЦУОСа. Маршрут 2 часа 40 минут. И, собственно говоря, сейчас еду туда. Я забронировал себе гостиницу, в которой уже вроде как 500 лет. Представляете? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле здесь несколько этажей, то есть это не одна лаборатория И если вам интересно учить, скажем, физику, биологию, химию То все вот это происходит вот в этом здании Кстати, отсюда очень хорошо видно там дальше подъемники Как сказали девочки, сейчас у них экзамены, нет времени на то, чтобы кататься Но сдадут экзамены и будут снова гонять на лыжах Сейчас теннисные корты в снегу, но вот летом ребята еще играют в теннис здесь То есть здесь теннисные корты, ну как летом, не именно летом, а когда снега нет Прикольно еще, кстати, здесь на кампусе, что ребята, студенты, они между зданиями бегают в майках Я напоминаю, что сегодня с утра было минус 16 Я оделся, одел двойные штаны На самом деле, несмотря на то, что на термометре было минус 16 Чувствуется здесь совсем по-другому холод Я бы сказал, что как бы даже жарко, прям жарко Вот, собственно говоря, главное здание А дальше, ниже по дороге, 5 минут пешком у вас находится швейцарская горная деревня Это уже не то, что у меня была в Цюрихе Маленькая, ну там, конечно, современный модный отель А здесь настоящее дерево Все круто И пойдем в коридор, там столько всего интересного Стол, барлин, просто бомба Пойдем дальше Это внутри, сразу же ресторанчик такой Представили, да? Гостиница 16 века, здание 16 века И здесь внутри, прям сразу же магазинчик, смотрите Здесь у вас, пожалуйста, есть домашние всякие штучки Шоколад, который делается местный Мармелад Сырые, там какое-то вяленое колбаса, молоко Всякие такие кондитерские штучки Вот это очень важное место называется college counseling По нашему это, значит, офис, где консультируют студентов Где консультируют старшеклассников В какой университет лучше поступить И вот здесь на стенах офиса висят университеты Которые представители школы посещали Они знакомятся со старшеклассниками Узнают их требования Что они хотят Какой университет подходит им И, ну, грубо говоря, введут за руку каждого старшеклассника Чтобы помочь ему поступить туда, куда он хочет Я сидя с ним, я слушаю, что они хотят Я даю им advice о том, что программе нужно выбрать Что сделает нас специально Это комбинация Из того, что мы предлагаем У нас нет магии в том, что мы делаем Но это то, что мы подходим И что мы предлагаем Это очень фокусственная программа У нас только два программа Один учащий, один учащий И они будут очень важные программы И мы балансируем У нас много спортивных студентов У нас много спортивных студентов Мы ездим с учащими в Советском Союзе Да, мы работаем с учащими Интернешнлами У нас в России Мы в связи с учащими Союзом Интернешнлами В футбол, в сокке И мы получим Компетиций Берегом Это очень интересный Мы пришли в Узблении Узблении И университета У нас есть учащие Узблении Узблении И учащие студенты, которые скидывают на уровне высокого уровня в Германии, они часто идут через Германию и делают там какие-то соревнования. Мы также... У нас еще один из наших студентов сделали крикетную команду. Школу основали в 1904 году. И вот этот коридор, здесь вот эта стена называется Стена Славы. И здесь можно посмотреть, как, допустим, 1905-1906 год, здесь команды школы, которые что-то выигрывали за все время. Но эта вот стена посвящена именно победам. И вот, допустим, 1924 год, Оксфордский университет приезжал сюда, и здесь команда по хоккею Оксфордского университета принимала участие. Итак, вот здесь у нас есть студенты, которые приходят на землю, для начала их университета. Мы ставили очень важное влияние на участие на участие, на участие на участие участия на участие, на участие, на участие, на участие, на участие, на участие. И мы называем это «спирит от сорта». Мне сказали, что здесь небольшой хелс-центр, то есть центр здоровья, по-нашему, будем называть это поликлиникой. В общем, я бы не сказал, что это небольшой. Это целые полэтажа, где есть разные комнаты для лечения. Да, у нас есть комнаты для больных детей, больных студентов, где они могут расслабиться и лучше, и мы можем их осторожать внимательно. Конечно, мы всегда пытаемся быть так активными в нашей области, как мы можем. Поэтому для следующих студентов мы будем предлагать фильмы, как и оборудовательные системы и общественные. Два области, которые очень популярны с студентами. «Театр», ребята, я сейчас нахожусь в центре театра в школе. Когда-то давно это был бассейн, но бассейном пользовались не часто. Можно представить, что все-таки это место, наверное, более популярно для катания на лыжах или на сноуборде, или для того, чтобы кататься на велосипедах по склонам. И бассейн был переделан в театр. Ну, получилось, на мой взгляд, очень неплохо. А теперь у студентов здесь есть возможность изучать различные театральные искусства и готовиться к большой сцене. Когда в театре премьера с этой двери заходят посетители, здесь у вас есть реальный ресепшн, сервируют напитки, скажем так, и все происходит как в реальном театре. Есть. Ну, вообще, у нас трехразовое питание. И здесь в столовой у нас как шведский стол на завтрак, обед и ужин. В общем, здесь наш бординг и здесь офис, где сидят наши как house parents. Пусть они за нас отвечают. Там есть у нас какие-то вопросы, проблемы. Мы идем к ним, и можно готовить здесь на выходных. И, в общем, вот. Тут ребята к экзаменам готовятся. У нас просто сейчас неделя как раз экзамена. Здесь у нас стиральная комната, то есть у нас машинки и сушилки здесь. Сами стираете? Да, ну, то есть порошок сами покупаем, а тут все просто закидываем и стирается. Ну, это общага самая лучшая, самая новая, так что нам повезло. Мы сразу приехали и сюда заселились. Лучше здесь их несколько? Да, тут пять общаг. Три для мальчиков и две для девочек. А у вас на IB вы что делаете? Какие программы? Что учите? Ну, мы выбираем шесть предметов на разных уровнях. И, собственно, их потом издаем через два года. Вот комната. Блин, ну, прикольно. Что? Очень большая считается по меркам boarding school. По меркам тоже моего отеля считается очень большая. Вот. Мне нравится вид в ту сторону, плюс там тихо, красиво. И можно еще, когда летом ребята играют в футбол, вон там поле, следить за ними, не выходя из комнаты. Нравится, да, в плане резиденции, общаги? Да, очень хорошая общага, потому что, ну, у меня много знакомых тоже учили за границей. И вот у меня условия вот реально самые лучшие здесь. Потому что комнаты большие, плюс ты можешь выбирать жить отдельно или сам. Есть у тебя там свободное окно между парами, можешь уйти куда-нибудь в город. Или там поиграть, там, не знаю, в хоккей и так далее. То есть не обязательно сидеть в школе. Вот этот спортзал, это прямо в общежитии. Это у девочек спортзал в общежитии, небольшой. То есть если вы не хотите идти в большой, вы можете в маленький. Вот мужской борзин, которое оранжевое здание. Там окна. Внизу, если спустишься, у нас там тоже классы. Там в основном для, ну, арт, детей, то есть всякие мастерские и так далее. И на самом последнем для нашей общаги у нас ски-рум, где мы храним наши лыжи и там ботинки и так далее. Вот. Тут у нас как бы все просто вещи свои хранят. Но у меня вот в шкафчике сейчас. У меня там просто мои лыжи стоят. А когда ты поступала, что ты сдавала сюда? Тест английский и математику. И все? Да. А английский какой нужен, чтобы учиться? Ну, вроде как, B2, B2. B2, да? Да. Да. Итак. Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите, прикольно, да, сделано? Мне нравится И как несложно догадаться, что это такое Это кабинет искусств Сразу же у вас, пожалуйста, картины на стенах Какие-то поделки В том числе у нас есть английская поэтира И на том числе у нас есть Дюк Эдинбурга, который является Интернационным аудитором, где студенты делают много эксперименталного И на самом деле Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok